А потом идет уже в дело... Нижегородцы давно выражали желание своими глазами увидеть, как осуществляется переработка мусора. Для них экологическая экскурсия началась со знакомства с пунктами приема вторсырья, а именно с только что открывшимся павильоном на Московском шоссе. Это уже второй экопункт, расположенный в Канавинском районе. Становится все более цивилизованным и правильным. То есть, когда есть возможность отходы отправить не в контейнер, а действительно сдать ту компанию, которая отводится. Я думаю, кстати, это хороший вопрос, Алексей Николаевич. Мне кажется, правильно, можно и общественников, и жителей активно. Просто показать весь путь. То есть, что происходит после того, как сдается пункт вторсырья, куда дальше отправляются, соответственно, отходы, и что с ним происходит. На сегодняшний день это вот восьмой пункт, который приступил к работе. Еще четыре у нас готовятся ввестись в эксплуатацию. Они установлены, идут работы по благоустройству прилегающей территории, подключения к электричеству, подбора кадров. Я думаю, что в ближайшее время у нас начнут работать 12 пунктов приема вторсырья нового формата. В ходе экоэкскурсии жителям пояснили, что из пунктов приема вторсырье увозится на сортировочную площадку и далее попадает на переработку. В Канавинском районе работает завод по производству рулонного картона «Николь Пак Империал». Туда ежемесячно свозятся и перерабатываются тонны макулатуры, в том числе поставляемые и из пунктов приема вторсырья. На заводе горожанам показали все этапы производства картона. В доставке макулатуры на наш завод макулатура подвергается нескольким стадиям переработки и подготовки. Это роспуск, сортирование, очистка макулатурной массы, формование и переработка. Переработка – это нарезка на определенный формат под каждого клиента индивидуально. Готовая продукция упаковывается, маркируется. В лаборатории проверяются физико-механические показатели и ждет своего клиента. Артемий Котков. Время новостей.